Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Kings Bounty Перекрёстки Миров за паладина на невозможном уровне сложности. В прошлой серии мы с вами полностью, ну практически полностью зачистили Умкас. Здесь остался только один бродячий герой, и мы там нашли все оставшиеся карты. То есть у нас открылась Рихау, Узала, Безымянный, Элон уже была открыта. То есть у нас сейчас есть два континента и два острова, на которых мы ещё не бывали. Но я продолжу держать интригу, и всё-таки сначала хочу, ну по очереди, давайте Дерсу зачистим, Текрон зачистим, а потом уже отправимся дальше. Потому что даже если сейчас уже смотреть на отряды, вот здесь карту охраняет просто сильный отряд. Сильный, даже не очень сильный. Здесь уже бегут отряды немного сильнее, поэтому, ну, Элона чуть посильнее, по-моему, чем Дерсу, хотя не чуть, возможно, побольше сильнее. Шетера тоже пока для нас сложна. Я думаю, что Рихау, Безымянный, Узала тоже примерно... Ну, хотя Узала и Дерсу примерно равные по силе должны быть, но Рихау и Безымянный ещё сильнее. Но там, да, там разбросаны клады, там разбросаны флаги, которые можно своровать. Но я этим заниматься пока не буду, потому что мы текущим составом уже нормально справляемся, и как-то ещё сильнее усиляться я пока смысла не вижу. Поэтому воюем пока текущим составом. Я, кстати... Да, я даже не заехал никого купить. Ну, ладно, может быть, так попробуем. Только знаете что? Нам сейчас здесь таких люлей будут навешивать. Это же чёртовы шаманы. У них у всех третий адреналин. У них у всех третий адреналин, и вот эти вот топоры, это же просто 12-18. Они нас сейчас ваншотать будут. И, внимание, вопрос, что мне с этим делать? Просто что? Ну, ладно, допустим, инженерами я двоих смогу ослепить. Двоих ослепить? Только как? Тогда мне интересно и ослеплять, чтобы потом фениксом аккуратно влететь. Ну, допустим, давайте я буду вот этих двух... Нет, вот этих двух ослеплять. А, то есть вот сюда инженерам кину гранату. А потом вот этих двух будем убивать. Ну, ладно. Давайте, наверное, тогда сюда сосредоточим огонь. Сюда же полетит граната. Да. Два товарища ослепли, два товарища в этот ход не атакуют. Здесь немножко подпалим. Здесь, получается, иллюзию призываем. Может быть, в них что-то влетит. Гигантам просто бежим. Гигантам прыгать нельзя. И просто наблюдаем за смертью наших юнитов. Две триста, две двести. Две сто. Как вам такое? Тысяча сто. Тысяча пятьсот. Тысяча четыреста. Восемьсот. Восемьсот. Семьсот. Семьсот. Потрясающие юниты. Все, что я могу о них сказать. Просто потрясающее. Обалдеть. Они меня просто аннигилировали. Просто аннигилировали. Окей. Это неплохо было. Так, остался у них один спящий. И на том, как говорится, спасибо. Даже не знаю, на самом деле, что нам здесь делать. Давайте, может быть, вот так вот проатакуем. Ты горишь, ты горишь. Ты горишь. Нам здесь по-хорошему как-то надо воскрешать максимально один отряд. Потому что другой отряд и так воскреснет за счет воскрешения. Ну да. И у наших пацанов, естественно, ничего еще не заряжено. На 144. Смотрите, насколько большая разница в уроне. Давайте, может быть, попробуем... Да, я даже не знаю, кого воскрешать здесь. Давайте попробуем алхимиков воскрешать. Потому что они вроде как меньше урона получили. Их проще будет полностью восстановить. Так, ну теперь прыгаем. Теперь прыгаем сюда, встаем. И, наверное, надо прямо сейчас воскрешаться, иначе атака вот этих гоблиных шаманов, и они кого-нибудь просто убьют у нас. Да, вот так делаем. 40 просто страшные цифры какие-то. Просто страшные. Слушайте, мы на самом деле здесь даже оковы маги, возможно, можем сыграть. Вот на этих ребят. Ага, нельзя на них играть, у них лидерство больше. У них 21 тысяча лидерства. Чуть-чуть не хватает, но, получается, можем проатаковать, и, наверное, хватит тогда. Да, я, наверное, так и сделаю сейчас. У вас там ничего не зарядилось? Обучение. Обучение, блин. Ну ладно, оковы магии полетели. Здесь орава полетела. Орава, господи, отрава полетела. Здесь еще один ман ускоритель нужен, надо воскрешаться. Как ни крути, я надо воскрешаться. Надо ослепляющую банку заряжать. Нить жизни. Отличное начало, вот что я хочу сказать. Ну да ладно. Так, воскрешение. Мы уже здесь повоскрешались. Восемьсто восемь. Можно, конечно, как-то пробовать их на испуге держать. Так, ты в защите стоим. Так, у Феникса еще сколько воскрешений? Еще шестьсот восемьдесят шесть. Так, ты пока... Да, он пока заблокирован. Если просто воскрешением бахать, сколько мы воскрешаем? Тысяча девятьсот. Одиннадцать штук воскреснет, это у нас их шестьдесят станет. И станет еще двадцать восемь. Это сколько нам еще? Три воскрешения надо? Неплохо. Ладно, давай так. Так, какой-нибудь ману ускоритель используем. Чтобы на следующий ход еще у нас было воскрешение. Здесь воскрешаем. Ну, очень мало, конечно. Прямо очень мало. Нам еще двадцать четыре штуки надо воскресить. Двадцать четыре штуки. Так, этих ребят добиваем. Этих ребят как-нибудь будем стараться прижать. Просто рядом встань. Может, тебя будет стрелять. Да, и насколько у них малопростой линейный урон в сравнении с уроном от перков. Так, какого маги пока работают? Ладно, хотя бы сундук поднимем. Этих ребят добивать надо однозначно. Так, и смотрите. Если, допустим, я захочу копию делать. Сорок два процента, да? Сорок два процента это, ну, сколько? Ну, восемьсот пятьдесят, грубо говоря, нам воскресит. За пятнадцать. Восемьсот пятьдесят до восемьсот пятьдесят. Ну, тысяч семьсот где-то. Тут тысяча девятьсот пятнадцать линейно воскрешает. Еще одиннадцать. Это уже будет семьдесят пять. А, и потом надо будет опять оковы маги на этого товарища накидывать. Иначе он опять бахнет. Своим этим мега перком. Так, ну, а здесь только ману ускоритель. В принципе, еще на одно воскрешение нам хватает. Стои в защите. Ты. Стои в защите. Да всем надо в защите стоять. Пытаемся воскресить. Сейчас товарищи алхимиков. Так, феникс умер, но феникс очнется. Здесь стреляем. Здесь... Наверное, еще одних ребят для массовки призовем. Да, я боюсь, конечно, на воскрешение не хватит. А оковы маги здесь нужны опять, чтобы он не вжарил. Упанам. Феникс просыпается. Ману ускоритель ставится. Забирается. Куда-нибудь сюда встается. Так, ты, дружище, отойди. Ты, дружище, жди. Ты, дружище, куда-нибудь сюда вплотную подбегай. Давайте будем уменьшать. 42, 42. Ожидай, ожидай, ожидай. Ожидай. Воскрешаемся. На еще 1915. А, слушайте, все, 85. Супер. Убиваем теперь эту нечисть. Просто испепеляем. Да, потеряли мы 26 инженеров. Но на самом деле не потеряли, потому что 26 инженер. Обалдеть. И это был первый отряд, который просто нам дал знатных люлей. Ну, а это мои... Вы готовьтесь. Сегодня будет очень веселая серия. С той точки зрения, что такого горения вы, наверное, давно у меня не видели. Тысяча золота на таком острове. Ну, обалдеть. Да ладно, есть... Ооо, есть отряды без шаманов. Хотя урк ветеран тоже нам нормально люлей отвесит. Слушайте, а здесь на самом деле отрядов-то не так уж и много. Можно тут тебя пока лидерство стырить. Так, ну мы сейчас в любом случае ману пока восстанавливаем. Так, тебе надо... Ты меня вообще сейчас не пропустишь, да? Да, у меня кто-нибудь пропускает. Ладно. Тогда вплавь обойдем. Все равно ману восстанавливается. Ну, орки это что-то волшебное. Просто я не знаю. Вот у меня у одного проблемы с ними такие? Или нет? Это даже не столько проблемы, сколько раздражение. Ну, слишком они и сильные. То есть, если их ставить без ярости, они будут бесполезны. То есть, ты им просто не дашь разогнаться. Но при этом... Если они вот во вражеском отряде стоят. Вот это уже, конечно, песни. Это у них сразу третий уровень. Это у них сразу... Все их мегаперки. Это сразу все. Как говорится, самая портки и... Все. Готовься. Ну, это ж неправильно, черт возьми. Это очень больно. Это очень обидно. Когда вроде бы отряд ты не особо сильный. Тебя просто, не знаю, изничтожает. Вот шаманы крови. И шаманы. Равный по силе. Ребят, равный по силе. Они сейчас у нас всех убьют. Просто проверяйте. Так, нет, жди. Давай я еще ману немножко восстановлю. 39, 44. Так, подождите. Или можно с другими сначала зарубиться? Можешь, конечно, вот с этими зарубиться. 703 орка охотника. 703 орка охотника. На самом деле тоже очень много. Нет, давайте я, наверное, сначала с орками зарублюсь. Это очень странно, с одной стороны. Что они сейчас себе зверей на призвать. Даже вот смотрите, у орков охотников не у всех третий уровень ярости. У двоих только. Ух, так, Сарч, спокойно, спокойно. Так, вас ослеплять смысла нет. Вы четвертого уровня. На вас слепота не работает. Поэтому сразу дронов вызываем. А тут вылетаем. Я думаю, что они сейчас особо не будут атаковать. Они будут всяких там этих собакенов вызывать. Слушайте, а, наверное, чародеем я подожду вам. Чтобы копию призвать не призрачных фениксов. Ой, господи, призрачные. Какие еще фениксы? Не призрачных грифонов. А, кого-нибудь из этих вот зверей. Ну и не стал я бить сейчас товарищем-гигантом, чтобы он по всем этим пачкам сейчас залил. Просто лови. Ну ты призывай кого-нибудь. Да, конечно, резко отряд вырос. Что есть, то есть. Но тут ядом надо закидывать. Причем закину я в змею. Она, конечно, очень сильно сопротивляется. Но ребята вокруг нее не особо сопротивляются. Так, здесь бы куда задуть. Наверное, вот в этих медвежат. Черт возьми, у змеи скорость 4. Она хоп-хоп-хоп и сюда ударит. Кто второй бьет? А второй вот этот товарищ бьет. Что ж, тогда ловушку поставить? Наверное, имеет смысл. Давайте вот сюда ловушку поставлю. Феникс бьет, Феникс выживает. Феникс погиб. Здесь все пацаны горят. Нормально. С такой задержкой урон нанес. Ну тут атакуем, конечно, змеи от яда прекрасно защищены. Очень мало урона получают. Но орки... Орки порядочно. Еще и потом змеям накинули. Так, а здесь можно даже ослепляющую гранату влить. Чтобы змеям ослепить. Ага. Блин, не в того орка кинул. Черт. Тогда змея бы сейчас убить. Иначе они могут неприятности доставить. Так. Хорошо бы сейчас этот луч пролетел. Ну, товарищ дрон на пути. Так, ладно. Я, наверное, даже использую удар. Гигант вперед. Паладин сюда куда-нибудь пока встань. Медведи. Медведи в атаку пошли. Так, смогу я добить? Вроде не добиваю. Змею кучу тогда делать. Как бы мне ее тогда убить? Но с другой стороны, может, не убивать пока. Давайте я огонек заряжу. В принципе, у меня сейчас лечение будет. Если она даже отравит гиганта, я смогу это отличить сразу. Так, это сейчас все в змею, кстати, что влетит. 700-600. Да. Змея умерла. Прекрасно. Кого там призвал? 106. Блин, 106 грифонов. Вот это да. 106 грифонов это не очень приятно. Но все равно это гораздо проще, чем сражаться с чертовыми шаманами. Шаманы это вообще что-то волшебное. Ой, как много. Да, все-таки 4-й тир есть 4-й тир. Тяжеловато их убивать. Что есть, то есть. О, кстати, как хорошо задуваем. В коем-то веке этот перк сработал. Так, паладин, жди. Не надо здесь никуда в ближний бой влетать. Здесь, кстати, можно даже, знаете, вот так вот. Через источник магии сыграть. Немножко мана себе заработать. Здесь медведи-самоубийцы. А здесь, по всей видимости, феникс-самоубийца. Ждать, не ждать, атаковать, не атаковать. Может, конечно, знаете, вообще вот так вот сыграть и отхилить медведей. Подольше они у нас пожили. Так, огонек, огонек. Огонек, наверное, у тебя получается. Да, на третьем уровне адреналина еще у них скорость добавлена. 20 сопротивлений физическому ядовитому. Инициатива. Дуат физически 20%. Почти как рыцари. Так, здесь зарядимся. Можно, конечно, массовую атаку какую-нибудь накопить. Чтобы вшарашить, как говорится. Плотненько. Так, дружище, здесь отойди. Дай самого толстого. Здесь. Давай по грифонам. Пикирующий дракон пока не готов. Медведя в атаку. Здесь медведи в атаку. Медведи умирают. Встали на их место товарищи орки. Кстати, здесь змея уже лежит. Медведь лежит. Теперь еще орки пришли. Ну окей. Они, скорее всего, тоже там будут лежать. Слушайте, давайте для интереса чужое яйцо позовем. Давно я очень этим перком не пользовался. Может кто-то пятого тира оттуда вылезет. Мало ли. Так. Товарищ феникс в атаку. Еще поживешь немножко. Так, гигант. А тебя лечить надо? Тебе неплохо так достается. Давай лечиться. И вот уже почти фуловый. Знаете, наверное, я даже вот так вот встану. И вот сюда иллюзию. Чтоб дальше не... Ну давай, дружище. Задувай. Товарищ черный дракон. Собственной персоной. Ну я бы на самом деле драконов-то поиспользовал бы. Кстати, красные драконы у нас там есть. Их можно поиспользовать, когда от гномов откажемся. Сейчас мундуки копаем. Давайте копать. Ну вот, вот видите. Тоже вроде противник сильный, а результат совершенно иной. И бой совершенно иной. Шаманы это имба какая-то. Причем что орки, что гоблины. Это просто какая-то страшная имбища имбовая. Если бы игра до сих пор поддерживалась официально, я бы просто, я не знаю, петицию писал, что их надо нерфить. Ну что это такое? Нельзя так. Надо как-то резать хотя бы количество, не знаю, ярости, может быть, в начале боя. О, кстати, прикольно. Товарищи. Товарищи-чародеи, получается, могут хилить черных драконов. Это сильно. Интересно, а демонологи могут хилить черных драконов? Потому что черных драконов обычной магии особо и не подлечишь, ничего. А здесь, если еще и воскресить можно, это же вообще песня. Так, а тут, кстати, чуть ли не ошибка у меня. Наверное, надо ловушку поставить. Иначе орк побежать на нас может. Это не очень хорошо. Ну да, очень живучие. Смотрите, как мы их долго убиваем. Сетку накинул. Дверь спать. Ну давайте уж я последний сундук подниму, а то в первом бою ничего поднять не удалось. И, кстати, бои-то затяжные здесь. Хотя и на умкосе были затяжные бои. Там тоже было достаточно тяжело. Но все-таки не так тяжело. То есть там хотя бы была понятна логика боя. То есть что нужно сделать, чтобы никого не потерять. Здесь... Ох ты, а ты кто? Рохум 30 уровня, кстати. Так, неистовый топор. Плюс 3 атаки, плюс 30. Вероятность критического удара всем воинам с топорами. С топорами. А у нас кто с топорами? У нас, по-моему... Вот он... Ты с топором, интересно? Вообще с топором. Орки, по-моему, с мечами. Ну, демоны, да, с топорами. Хм. Ну, если... Топор Берсерк не унимается, пока жив хоть один враг. Окей. Гулхатай. Ага. Никогда не думал, что человеческие самки такие противные. Не смотри... Посмотри на меня. Я Гулхатай. Самая красивая девушка на острове Дерсу. Большая, зеленая, сильная, с широкими губами и плоским носом. Красотка. Ты, наверное, хочешь купить у меня что-то? Мне орки племени дарят много подарков. Некуда класть уже. Вот и продаю их. Багур тебя любит и просит стать женой. Багур, так сказал. Красавец. Мне он тоже нравится. Свой грубостью и врожденной прямотой. Такой муж не станет ничего скрывать. Стоит злоб, возьмет и сразу ударит. Как подобает настоящему орку. Любого, кто будет ухаживать за мной. Гулхатай на минуту мечтательно закрыл глаза, представляя себе дерущихся орков. Только он очень уж тупой. Пусть наконец подарит мне хоть один приличный подарок. Меня не интересует его детская забава с надутыми лягушками и гоблинскими сапогами. Я хочу получить что-нибудь прекрасное. Что ты хочешь? Хм. Моя и сама не знать. Но когда я увижу, сразу пойму. Понятно. Ну, в общем, ей эти, вон, собираем. Покажи, что продаешь. Что мы ей собираем? Я забыл, что мы ей собираем. Жемчужины мы ей собираем. Во. Так, орки, гоблинсы. Орки-охотники в огромном... Ну как, не в огромном, но на самом деле количестве. Вот за кого-то кого? За орков точно не хочу играть. Вот прям вообще не хочу. Чисто технически, конечно, можно вот это все прокачать. То есть, воин, если играет за воина, он, в принципе, за орков смотрится даже и неплохо. То есть, тут есть у тебя контроль ярости. Максимум адреналина, да, добавляет. Есть натиск. Распределяет случайным образом между всеми орками героя там сколько-то адреналина. То есть, чисто технически, как бы за орков даже может быть и нормально, если это все вкачано. Но не знаю. Это опять же-таки надо будет какие-нибудь вот эти перки использовать, где здесь баланс сил, допустим. Разделяя поровну их адреналин. То есть, чтобы за орков играть, их вот именно как-то пробафовать надо. А здесь, блин, героя зарубить. С одной стороны, конечно, хочется героя зарубить. Это, кстати, наверное, нам... А, нет, здесь только нежить. Демоны тут не считаются. Героев я все-таки хочу оставить под опыт. Чтобы побольше опыта получать за них. Смотри, а если я сейчас вкачаю эту магию искажения и вкачаю оковы магии, чисто технически я за счет этого смогу даже уже... Ну как даже уже? Вот их там стоит 220 шаманов. Если они стоят одним отрядом, я ничего не смогу сделать. Они по-любому меня убьют. Вот просто по-любому выпилят мне один отряд. Вот ничего я не смогу сделать, потому что заклинание это мое, на них не подействует. Лидерство слишком маленькое. Ну ладно, я, наверное, все-таки попробую. Я даже вот прям не пожалею сюда влить пять кристаллов. А потом вообще массовое. Ну массовое это, наверное, сильно. Но опять же таки, лидерство не такое большое. То есть, по-моему, сейчас сражались с гоблинами, там больше у них было лидерства. Так, что у нас еще есть? У нас есть фантом здесь. Побольше можно. Ловушки есть, вот, побольше. Броня глотов уже слабовата. Тут слишком много маны. 15 маны, это перебор. Ну и все, наверное, отсюда пока. Если что-то уж понадобится, то прям в бою себе вкачаем. Так, ну и соответственно у нас руны чародеи чуть послабше стали. Может вообще тогда их ослабим? Еще что-нибудь себе вкачаем. Натиск инициатива плюс 3. Ярость прибавится немножко. Можем дракончика еще усилить. В принципе, ярости у нас достаточно с одной стороны. Уже 56. Да, давайте я дракончик еще вкачаю. И из духа... Из духа... Давайте аккуратно все-таки возьмем. А то есть у нас товарищи, которые призывают дроидов, и при этом... Аккуратность я почему-то не использую. Так, может быть тебя тогда сначала хлопнем. Равные по силе. Дружище, давай, иди сюда. Все, я магию искажения вкачал. Сейчас тебя убивать будем. Давай. Что у тебя там? Ну вот, ну как я вот на них... Что я вот с ними смогу сделать? У них 30 тысяч лидерства. 30 тысяч лидерства. Просто 30 тысяч. И они сейчас вот этой силой орды наносят вражескому существу магический урон, равный численности орков, гоблинов и угров в армии героя. Вот, смотрите. Ну ладно, их тут на самом деле не так много, получается. Здесь одни... Товарищи... Шаманы. Да, здесь вот эта дрянь чаще моего будет кусать. Ай-яй-яй. Просто ай-яй-яй. Так, ну здесь смысла бросать. Гранаты никакие нет. Надо дронов вызывать. В надежде на то, что, товарищи... На 500. Да ты с ума сошел. Какие еще 500? Красотища. Просто красотища. Спасибо. Спасибо, дупло. Или как у тебя там? Гнездо. Осиное гнездо. Вдарило на 500. Так, ловлю. Готов. Давай. Тысяч на 5. 988. Сколько? 1200. Минус 2. Спасибо. Я не знаю, зачем ты это сделал. Он мне подыграл. 1600. 400 всего лишь. Счет мало. Счет как мало ударил. Так, перезарядка 2. Давайте посмотрим, кто что использовал. Он ярость духов бахнул. Силы Орды пока на месте. Ты что, бахнул? Тоже ярость духов. Силы Орды на месте. Ты что, бахнул? Он вот силу Орды зарядил. Но как мне теперь чародеев хилить, я не знаю. Я просто не знаю, как мне их теперь хилить. Давай чужое яйцо ставить. Ну, давай всю эту дрянь отравим. Можно, конечно, здесь через жертву пробовать. Но это все равно не хватит мне. На нормальный захил чародеев. Ай-яй-яй-яй-яй. Как-то надо атаковать. Иначе они пролетят очень больно в нас. С одной стороны, можно по той же тактике пробовать. Воскрешать алхимиков и инженеров. И у нас получается тогда... Чародеи автоматом воскресятся. Так, ну здесь татам эти надо убивать. Слишком сильно они... Дебафают. Так, слушай-то, подожди. А то вот сюда по всей этой шайке ударишь. Удуаришь. Красота. Всех сдуло. Вот этого товарища добиваем. Так. Теперь смотрим. Здесь что? Сила орды вся потрачена. Ярость духов есть. Здесь что? Топоры на... На перезарядке. У тебя что? На перезарядке сила орды не дотрачена. Здесь что? Топоры на перезарядке. У тебя что? На перезарядке одна сила орды потрачена. Че ж с вами делать-то, а? Да дети по большому счету без разницы, кого убивать. Всех надо убивать. Надо убивать всех. Может быть, даже сейчас имеет смысл накинуть на самого опасного. Вот что у него? Сила орды еще есть опасная. У самого большого отряда. У тебя топоры на перезарядке. У тебя тоже сила орды есть. Ох-ох-ох-ох. Вот сейчас интересный вопрос. Что важнее? Заблокировать их? Чтобы они... Сколько там? Три хода? Да, три раунда. Три раунда, кстати, много. Да, давайте я, наверное, вот этого товарища заблокирую, чтобы он ничего не делал. Ну а здесь буду пробовать атаковать. И потом как-то опять что-то через ману ускоритель больше маны добывать и воскрешаться. Так, погоди, ты докуда долетаешь? Вот до сюда. Ну давай, сюда, значит, ману ускоритель ставим и влетаем. От сюда. И сюда. Этого товарища даже поближе подтянем, чтобы порубить его здесь. О, минус один, красота. Да хватит! Что ты за горк такой? Вот это ты молодец, конечно, здорово придумал. Нормально вас тут подпалило. Шесть одиннадцать. Ну, задувай. Гиенки побежали. Воскрешение. Слушай, подожди, получается. Здесь атакуем. Паладин, наверное, сейчас все-таки идет уже воскрешать. Да. Пятьдесят восемь. Это, по-моему, как раз столько, сколько у меня может быть. Пятьдесят девять. Это, конечно, караул. Это очень мало. Это прям очень мало. Еще можем четверых вернуть. И сколько-то через воскрешение вернем. Окей. Здесь воскрешение, допустим. Где оно у меня? Вот оно у меня. Еще плюс двенадцать вернет. Потом еще одно воскрешение бахнем. Только проблема в том, что... Вот с этими ребятами делать. Хоть у тебя чего? Попоры готовы. У тебя... Ярость духов на перезарядке. Он, значит, ничего сейчас делать не сможет. У тебя... Попоры готовы. Ну, атакуем. Что же остается? Давай только ману ускоритель сначала. Я думаю сейчас воскрешать, не воскрешать. Вот в чем вопрос. Да надо воскрешать. В любом случае. Какая разница? Воскрешать надо все равно. А здесь вот даже вот так вот проатакуем. Да, конечно, как мог. Я отнягил вот этот момент драки с мерзкими... Орками, шаманами. Ну да, проатаковал. Здесь воскресим сейчас. Окей. Огонек заряжаем. Что будешь делать? Какая же ты дрянь, а? Просто какая-то дрянь. Так, ну ладно. Здесь тогда нужно будет через... Через чего здесь надо будет? Надо будет одного товарища полностью, значит, испепелить. И как-то пробовать через копию вызывать... паладину, чтобы двоих воскрешать. Так, этот товарищ отъехал. У тебя чего? Тут перезарядка, перезарядка, перезарядка. Ничего он сейчас делать не сможет. Так, у нас есть еще одно воскрешение, кстати. Можно здесь и копию усилить. Пятнадцать, либо двадцать маны. Пятнадцать семь процентов, кстати, будет тогда. Ну давай пятьдесят семь. Нет, сколько? Это тридцать семь паладинов на тысячу сто лечат. На тысячу сто, кстати, это достаточно много. Так, здесь отходим и хилим еще вот так. Еще четверых воскрешаем. Итого уже семьдесят восемь. Уже неплохо. Здесь как-нибудь вот так вот делаем. И просто пока ждем. Просто ждем. Еще ману ускоритель, опять же таки, мне, наверное, нужна. Да, зачистка орков будет очень долгой. Я не знаю, может даже прерваться придется. Потому что прям духота какая-то с ними. Прям духота душнейшая. Только не убивайте, прошу. Одиннадцать. Это плохо, с одной стороны. Слишком много убили, надо будет от него разбегаться в разные стороны. Восемьдесят пять. Слушайте, а может быть это даже и все уже. Сейчас воскрешением проверим. Воскрешением. Давай, показывай. Воскрешение. Да. Все. Значит, мы сейчас дохиливаем товарища гнома. И хороним этого мерзкого орка. Ужас какой-то. Это просто какой-то кошмар. Два. Потеряли мы двух чародеев, но они должны воскреснуть. Окей. Спасибо, игра, за классные перки, которые ты мне позволила прокачать. Без тебя бы, конечно, потери были гораздо больше. Да хотя бы ты, если бы ты чертовым оркам не давал такое количество адреналина, то и не было таких бы потерь. Фух. Ладно. Целых три отряда одолели на этой карте. А как будто я не знаю. Всю Верону зачистил. Хотя нет, на Вероне тоже была просто какая-то нереальная орда орков. Там тоже было все плохо. Равный по силе охотник. Слушайте, а может быть... Тут, кстати, 513. Мы против 700. Мы сражались. Нет, вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу вот сюда попробовать заглянуть. В принципе, на 40 минут уже серия идет. А что, если попробовать вот этого босса сего им побить? Воздух в пещере затклый, повсюду висит паутина и разбросанные кости. Прямо перед вами возвышается огромное чудовище, напоминающее паука. Давай в 5 нажмем. Из палинских размеров паук, наводящий ужас на ближайшее поселение. Ну и попробуем с ним зарубиться. А, свежая еда. Умеешь разговаривать? Все звери разговаривают на умкости, откуда я пришел. Учитель дал нам речь. Ну а сейчас я слишком голоден. Не хочу разговаривать. Ты хочешь съесть меня? Больно не будет. Я тебя укушу, ты уснешь. Будешь лежать до зимы. Всегда будешь... Блин, а знаете, я что подумал? А может надо опыт тогда бахнуть? У него 60 тысяч здоровья. 60 тысяч. Смогу ли я его сейчас одолеть? Не, знаете, я что сделаю? Давайте. Я его попробую одолеть. Но, наверное, мы сейчас заряжаем магию странствий. Опыт предков. И по-хорошему пойдем немножко почистим героев. Ну попробуем, по крайней мере, почистить. У меня такое ощущение, что, ну, пятеры героев-то мы наберем. Хотя не факт. Ну, блин, ящерица на Монтера, главное. Здесь демон ходит. Тоже можно попробовать с ним зарубиться. Ладно, давайте попробуем. Все-таки это честный опыт. Это не воровство с островов. Тут все по-честному. Давай. Защищаться. Куча пауков. Так, тут дракон не работает. Да, с боссом дракон не работает. Тут, конечно, можно подойти их попробовать поджечь. А можно и паука попробовать поджечь. Давай на 1200. Так, он что делает? Он паутину накидывает в таком случае. Если его дальней атакой атаковали. Тут, наверное, я чуть-чуть отойду, а то прям под лапами стою. И своих пауков призову. Ну и Феникса, естественно, надо призывать. Я забыл совершенно про него. Феникс по-хорошему задувать всю эту дрянь должен. В смысле, самого паука. Ай-яй. Больно вообще он ему пробьет или нет? На 1200. В ответ на 100. А, нет. Не так, чтобы и сильно больно. Но проблема в том, что я особо его не такую. Подходить паладинами или нет? С одной стороны, паладинами вообще разогнаться можно. Сейчас вот эту всю мелочную убиваем. И атаки-то миллиарды будут. Так, только у нас отравили, получается, товарища алхимика. Наверное, лечиться надо будет. Здесь еще одного дрона. В идеале стреляющего. Нет, рукопашный. Слушай, а что ты сейчас как-то больно ударил? Ты до этого не так больно бил. Ладно, на 1200. Рукопашный. А ты ядом вообще атакуешь или чем? Если ядом, это на самом деле не так критично. Ай-яй, вот это я плохо подставил. Блин, а что я тебя не подлечил? Это я большой молодец. А ты даже ход пропускаешь. Он пропускает ходы. Ага. Ладно, тогда и так сделаем. А здесь вот так сделаем. Пропуск ходов на самом деле это не очень хорошо. Ядом вообще урод не наносим. Ну и паладина надо сюда вперед кидать. Паладина надо кидать. Блин, на 40 вон паучары. А здесь, наверное, надо рассеивание на великана. Его по-хорошему тоже здесь разогнать можно за счет вот этих пауков. И очень много урона наносить. Здесь я, наверное, даже вот так вот сделаю. Все-таки огненных пауков надо убить. Заранее. Да, этими пацанами надо разгоняться. Тупо всеми надо на атаку разгоняться. Основными я имею ввиду. Великан, гигант. Немножко себе атаку прокачал. Да, только плохо, что и в ответ не бьют. Так, не, паук, ты не атакуй. Ты бесполезно атакуешь. Он очень хорошо от яд защищен. Товарищ паладин. Да, наверное, атакуй. Как-то его надо дамажить. Ой, как больно ударил. Так, Феникс, просыпайся. Ну, больно ударил. Здесь на самом деле не так критично. Потому что мы их воскресить сможем. Воскресить я имею ввиду инженером. Несколько штук сможем отхилить. 20 ман у нас. 20-20 маны. Я даже, наверное, вот так сейчас сделаю. Вдвоем здесь смысла стоять нет. Потому что он сразу по двоим атакует. Это плохо. Так, алхимик, добей. Повысь себе атаку. Отлично. Здесь, наверное, надо стрелять. Да, паутинкой он в ответ накидывает. Маг. Нет, маг, наверное, не атакует даже. Смысла нет атаковать. Поэтому он его сейчас паутиной закроет. Поэтому просто ждем. И пауком тоже ждем. Они у нас будут дежурить и... Убивать товарищей, которые здесь уползают. Так, ты давай иди сюда. Тоже потихонечку его ковыряй. Тут огонек зарядим. Так, а ты что такое удумал там, дружище? Что он думал? Не знаю, что-то удумал. Так, на 1800, на 200 в ответ. На 500, на 400 в ответ. Рассеивание, рассеивание. Еще один ход. Ну ладно, пускай он тогда еще один ход простоит. В принципе, когда пауканы выскочут, он уже будет готов. Так, здесь надо огоньком на полторы тысячи. На 800 всего лишь плохо. Так, а сколько ты воскрешаешь? 23, ну пока рано, значит. Значит, жди пока. Сколько мы хоть половину жизни убили? Нет, треть только жизни убили. А, кстати, гриф... О-о-о, грифоны здесь норм... Нет, плохая, я мочу как мало. Да, потому... Конечно, мало. Так, еще на 2000 вдарили. Да и ждем. А куда ты? Он с другой стороны, да? Да, он с другой стороны вылез. Ну ладно. Камера неудобно теперь крутится. Гиганты тут рядом оказались. Можно, кстати, знаете, что даже сделать? Я чуть-чуть маны потрачу и... У нас же еще фантом есть. Черт побери. Можно того же паладина расфантомить. А можно феникса оживить. Так, ты жди. Ты давай сюда. Как-нибудь меняться будем. Вы идете, атакуйте. Вас потом инженерами постараемся воскресить. Вы не атакуете, вы ждете. Великан отходит. Опять же таки, великаном не атакуем. Пускай он... Что он делает? Пауков испепеляет. Получается, ты жди. Ты к кому ходы можешь вернуть? Так они у нас все оглушенные. А вот допустим, у тебя один уход еще в паутине. Если тебе ходы верну, у тебя же скипнется этот ход. Я правильно понимаю? На тебе на 930. На 300 в ответ. Он опять хочет уходить. Ты серьезно? Ты никуда не идешь. Ты тоже никуда не идешь. А мы никуда не торопимся. Мы вообще никуда не торопимся. Атакуем. Получаем в ответ. Здесь ждем. Гигантом. Да гигантом давайте даже прыгнем. Так. Так. Луки ждут. Типа паладин атакует. Типа паладин получает по голове. Еще один паладин атакует. Получают все по голове. Так. Он вернулся на исходную позицию. По-моему. Но пол жизни мы ему уже смесорубили. Так. Ты товарищ ждешь. Черт возьми. Проблема. Да. В том, что у нас. Кстати призванные паладины. Как-то далеко. Давайте я их телепортирую что ли. А то они как прям совсем смешно стоят. Так. А вас надо ребята как-то подвезти. И попробовать захилить. Плохо, что не призвались товарищи с хилом. На 3000 кстати стреляем. Огонь. Ха. Нормальный 3896. Какой же большой разброс по урону все-таки у него. Ну не у него. В принципе у инженеров, алхимиков. Очень большой разброс по урону. Ну-ка по морде шарахни. На 886. Ну нормально. Урон у паладин нанес в итоге. Я верну ходы сейчас товарищам инженерам. Чтобы они быстрее вышли из... Да, я опять закрыл. Я хотел вывезти отсюда. Чародея в итоге опять его закрыл. Проатаковали. Так. А здесь надо будет сейчас спасать кстати. Товарища дрона. Девятый раунд. Мана потихонечку сейчас заканчиваться будет. Блин, два хода паутиная ловушка. Она так и не спала что ли? Это плохо. Если она не спала. Сейчас мант у нас будет заканчиваться. И уже не будет столь... Эпичного, так скажем... Подтоком маны. И пауки, которых он будет призывать, нас немножко будут мучить. Так. Ну ладно. Дроны все вернулись. Это прекрасно. Здесь тоже призываем. Но мы на самом деле запасаемся. Мы готовимся к куче пауков. У нас здесь уже птички вон. Так. На три ударил. Черт возьми, это лечить надо. Это надо лечить, иначе разъедется. Как это? Подожди. А почему яд не прошел? Смертельный яд гигантского паука. Понял. Он лечением не лечится. И это печально. Так. Вы никто не атакуете. Вы все ждите. Ну вы, кстати, можете шарахнуть. Немножко в ответ получить. Нет. Просто атакуй. Сколько мы еще паладинов потеряли? Ну порядочно, кстати, уже. У нас только паладины, кстати, и погибли пока. Ладно, тоже проатакуй тогда. Не хочет он пока пауков вызывать. Но нет, гигант, жди пауки, ждите. Ай-яй-яй. Еще что-то, через рассеивание что ли снимать? Походу только через рассеивание. Так, и собирается уходить. Да, рассеивание снимает. Тут, получается, ждем, ждем, ждем. Атакуем. Сколько у тебя там осталось? Блин, 20 тысяч еще у него осталось. Ладно. Ударь на 500. Пока призывать он никого не хочет. Вы ждите вы алхимикам, что ходы верните. Три тысячи всекли и опять ядом отравили. Негодяй, а. Огонек заряжай. Огонек заряжай. Да, и на рассеивание мне, кстати, уже не хватает. Это из печального. Опять же, если мы только паладинов потеряем, это ничего страшного в том плане, что они у нас все воскреснут. За счет перка. Так, ну ты атакуй, тебя сейчас инженеры воскресят. Ну не сейчас, точнее, на следующий ход получается. Так, огонек полетел на полторы тысячи. Так, инженеры ход пропускают, но нормально себя, получается, ощущают. Это что за урон от яда такой у тебя? Какой-то прям страшный урон от яда. Так, наконец-то пауки пошли. Наконец-то пошли. Так, а у нас... Блин, да надо снимать по-хорошему. С паладиной яд. С другой стороны, может быть, и с инженера сетку снимать. Нет, давай с паладиной яд все-таки я сниму. Да, и как удачно здесь пауки, конечно, высадились. Так, чтобы наши дроны их пробить не могли нормально. Убьешь? Ой, молодец какой. Какой молодец. Ну, не знаю, пять ядовитых пауков, конечно, можно призвать. Так, паладины добивают, паладины немножко атаку себе качают. Так, пауки у нас отъехали, аж на 2500 словили. Это они, конечно, зря так. Так, ладно, вы ждите. Вы атакуйте. Сейчас в ответ получите. Да. Кстати, в ответ он бьет не так сильно, как своей там основной атакой. Ну, окей. Получается, хилим. Хотя, опять же, не то, чтобы сильно захилили. Паладинов тоже сколько-то воскрешаем. Гигант бьет. Гигант на себя сетку получает. Сколько осталось? 13 тысяч здоровья у него осталось. Ну, пауками нет смысла атаковать. Вообще нет смысла атаковать. 13 тысяч. 13 тысяч. Много. Ладно, паладины пока ждите. Пауки куда-нибудь сюда подойдите, то ждите. Вы ждите. Здесь огонек надо зарядить. Опять поехали пауки. Опять и уже огненные пауки полетели. Это неприятно, конечно. Здесь бы, наверное, с гиганта надо рассеять, чтобы он вдарил по всей этой братье как следует. Да, опять история с тем, что мы никак здесь пройти не можем. Нашими дронами. Очень удачно, конечно. Мерзко эти пауки высаживаются. Так, ну ладно. Инженер еще себе немножко атаку поднял. Здесь зачем-то паладина застопорил, товарищ. Гиган, получается, ждет. Паук, получается, убивает. Паладин, конечно, тоже убивает. Но как бы он не загорелся, он загорелся. Но на следующий ход мы это все дело с него скипнем. Сколько там жизни-то еще осталось, а? 12 тысяч. Просто 12 тысяч. Ну куда это годится? Ай, ждем. Ждем, наверное. Ладно, атакуем. Тихонечку. 11800 осталось. Но ядом смысла нет в него атаковать. Просто, значит, ждем. Огоньком вот можно. На 1400. На 600. Понимаю. 600, в принципе, тоже ничего. 366. А, ну, в него даже нельзя, да, лучом зарядить. Ха, нельзя лучом. Ну, 366. Это смешной урон. 287 даже. Гигант. На 452. Пауки не атакуют. Паладин не атакуют. Дроны атакуют. Да, можно здесь, конечно, было под него прям армию собрать. Из дронов каких-нибудь. Или там, не знаю, из змей. Королевские кобры. Которые атакуют физикой. При этом очень защищены от яда. Можно было бы им, конечно, как-то попользоваться. Ну, видите, какой урон от яда. Вообще несерьезный. Да, он и сам ядом атакует. Тоже нормального урона, к сожалению, нанести не сможет. Ядовитый паук ждет. Вот здесь я, конечно, не знаю. Я добавляю ему ходы. А, ну он просто пропустил. Все равно в паутине остался. Окей. То есть дополнительный ход не скидывает. Никоим образом. Не скидывает. Я думал, что это дает ему дополнительный ход. Он как бы этот ход пропускает. И на следующий ход он уже сможет атаковать. Но нет, это не так работает, к сожалению. Через воскрешение попробовать. 46. Сколько у него осталось? 8400. Ну, в принципе, потихоньку ковыряем. Может и ладно пока. Так, пошли пауки. Все у меня вроде как готовы к драке. Даже дроны готовы. Ну, давайте их потихонечку расковыривать. Так, инженер. Выпей вот эту бутылочку. Вот так вот встань и по двоим заряди. Красава. 56 атаки у него уже между делом. А здесь просто бутылку себе заряди. Так, гигант. Сможешь всех убить? Да, супер гигант. Убил двоих. Еще и пауку урон нанес. Молодец. Ну, наш паук, конечно, смешной урон наносит. Паладины. Да лечитесь, наверное, паладины. Да, и кстати, все больше и больше упадает. Это так, к слову. Как-нибудь его подтащим. Очень не хочется, конечно, опять с паладинами в ближний бой идти, но... Такое ощущение, что у меня безвыходная ситуация. Нанеси нормальный урон, я тебя прошу. 299, 90 штук осталось. Добьешь? Добил, молодец. Тут, кстати, можно призвать уреть с физическим уроном паучков. Вот так вот. Так, получается, подожди. Паладин добивает. Давай, паладин, добивай. И как-то надо будет все-таки влетать в эту дрянь. Так, окей, он ход пропустил на удар. Это радует. Значит, мы сейчас что-нибудь сможем сделать против него. Нехорошего. Например, рогдиной гранаты в него кинуть на 1700. На 1000. Ну, хотя бы так. А потом еще задуть на 4000 инженеров. На полторы. Ну, ладно. Да что ж, как мало-то. Почему так мало? Игра. Так, тут ход пропустился. Нормально. А тут... Ну, подходим. Может, все-таки получится в шараж. Слушайте, у ее времени-то уже сколько. Кошмар. Кошмар. Просто кошмар. Так. Давайте, наверное, рассеивание на инженеров. Уж очень хорошо они этого паука огнем жгут. Да, призыв, конечно, страшен. Этих пауков теперь. Но 4900 у него осталось не так много. Прям вообще немного. Только мне вот эти пауки немножко печалят. Вот они в очень неудачном месте заспаунились. Прям максимально неудачно. И как их убивать, не совсем понятно сейчас. Наверное, рассеивание нужно мне сейчас вот сюда на алхимика. А здесь подтащим. Чтобы паладинами добить. Ну да. Ты, может, кританешь когда-нибудь, инженер, а? Вот ради просто приличия. Возьмешь, да и кританешь, нет? Так, ну здесь однозначно прыжок нужен и пауками. Вот этими закроем его. Вот так вот сделаем. Паладины 2000 гарантированно наносят, но этого не хватит для того, чтобы добить. Поэтому, наверное, подождем. Лучше на следующий ход еще немножко кем-нибудь вкинем. И паладинами гарантированно добьем. Так, а у нас тут, между делом, дрон умер. 335. 500. 300. Добей вот эту дрянь. 100. Честно, я сейчас даже... Так, ну вот сколько у меня их тут? По-моему, у меня их должно здесь быть 58. Давайте просто за всю хурму здесь будем в него влетать. Есть шанс, что убьем. Я, наверное, вот так вот подожду. Сначала ударю обычными пауками. А потом паладины нанесут смертельный удар. Да. Паук убит. Получили мы 10 тысяч опыта за этот бой. Потеряли 11 паладинов, но они все сейчас прекрасно воскреснут. Лидерство плюс 495. 11 паладинов воскресло. Здесь мы это все дело собираем. Три рассеивания. Как бы мне они сейчас были полезны, а? Но нет. Ну ладно, этот босс был интересным. Прямо скажем. Тяжеловато было с ним сражаться. И получается в следующей серии у нас с вами будет забег по героям. Надо еще как минимум 4 героев победить. Чтобы... Не зря у нас пропал этот самый опыт предков. Ну, к слову, если не найдем 4 героев, которых сможем нормально победить, то, возможно, имеет смысл даже на следующие острова попробовать. Так, что по поводу лидерства. Так, плюс 5 паладинов. Кстати, колотушка 44. Окей, ничего не меняется, потому что гномов не бьем. Плюс 5 паладинов можем добавить. Одного гиганта, 6 алхимиков, 4 инженера. Так, чародеев не добавляем. Чародеев не добавляем. Я, кстати, знаете сейчас о чем думаю? Если мы будем влетать, допустим, в... А в кого мы будем влетать? В кого я хочу влететь? Ну, можно, конечно, попробовать и ящерицу побить. На Монтеро. Как вариант. Здесь, конечно, здесь... Здесь вот... Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, ты что, орк? Я с тобой вообще не планировал. Но они вот пишутся непобедимые. Хотя вот я... Я его не вижу непобедимым, вот этот отряд. Он вполне себе победимый. Но все зависит от того, какая там у него магия будет. Если у него там магия страшенная, то да, это будет проблема. Если магия не страшенная, то как бы и не особая проблема. Ну, по повышению, не знаю, возможно, оставим, чтобы хоть немножко у нас здесь товарищи-чародеи порадовались. А то... Все жизненные силы я из них вытащил. Из-за этой прокачки. Ну, баланс, кстати, нормальная тема. Четыре ярости, четыре маны. Слушайте, это ведь реально нормальная тема. У нас будет, если я сейчас хотя бы один уровень возьму, у нас уже 50 маны будет и 60 ярости. И с учетом того, что у нас мана в бою восстанавливается... Ну, конечно, надо на медитацию, на концентрацию копить. Это прям очень... Хотя все надо, маны, ну, прям, не знаю, руны, маны вообще... Ну, господи, руны, маны, руны магии вообще тратить нельзя. Да сейчас ничего тратить нельзя. Давайте у нас товарищи-чародеи хоть немножечко... Походят дееспособными, а то прям совсем как-то я у них силы истощил. И кинулся босса убивать. Ну, я, конечно, молодец. Но вот этот товарищ непобедимый тоже не смотрится непобедимым. Знаете, давайте просто вот одним глазком... Одним глазком сейчас, естественно, мы его бить не будем. Я просто для понимания. 326. Демон правосудия, призванный по неосторожности каким-то неумелым демонологом. 43. Грубо говоря... Один, два, два, пять. И еще три. То есть их как бы восемь, да, здесь этих отрядов. У них, конечно, казнь, там есть селяющий ужас. Но у нас есть классный бонус, что у них, во-первых, защита снижена. Точнее она у него повышена, но была бы она снижена. Точнее она снижена. То есть она у него всего лишь на семь прибавляет. Она должна на двенадцать. И плюс мы ману и ярость получаем за то, что по нему атакуем. Плюс вот так как-нибудь можем сделать. Бах. И напугаться сразу. Ну это классно, конечно. С какой вероятностью ты пугаешь? С 30% невероятностью. Сразу впал в ужас. Ну это, конечно, молодец. Плюс полетят здесь у нас сразу фениксы. Он, конечно, у нас какой-нибудь страшной магией закинет. Но я думаю, что сможем мы здесь с ним побороться. Но, естественно, не сейчас. Нам еще, не знаю, побольше юнитов надо набрать. Чтобы все эти герои начать рубить. В общем, следующая серия должна быть интересной. Как минимум четыре боя с героями у нас будет. Это все будет под опытом предков. Потом, как эти четыре боя проведем, опять будем возвращаться на этот чертов Дерсу. Хотя, может, не будем, я не знаю. С одной стороны, здесь не так много этих боев нам осталось. Вот, кстати, ты тоже, по-моему, герой. Да, Хоган смертоносный. С тобой тоже, по-моему, можно зарубиться. Есть вон еще один у них здесь босс. А, кстати, подождите. Эй, паук, уже мертвый. Все начинают смеяться над Харток. Паук мертв, можешь радоваться. Совсем-совсем мертвый. Твоя тыкала дохлому пауку палкой глаз. Что проверить? Уф, Харток рад. Теперь Харток всем скажет, какой он великий воин и герой. Все теперь боятся драться с Хартоком. Держи свою награду, но не вздумай болтать много. Не бойся, Орк, я тебя не выдам. Поке-два. Что, продаешь? А, ты, по-моему, тоже самое продавал. Меч Титана продает. Ладно, ребят, давайте, в общем, на этом моменте мы с вами и закончим. Следующая серия, в общем, будет интересная. Как минимум, двоих героев я уже вижу, которых можно наказать. Плюс можно посражаться на Монтеру с героем. Плюс есть герой на Текроне. То есть, ну, нормально. Набираем мы себе героев, как говорится, на зачистку. Ну и... Дальше уже решим. С одной стороны, наверное, после зачистки героев я все-таки буду добивать Дерсу. Лучше, знаете, вот как эти... Как пластырь оторвать? Вот сразу, сразу здесь эти вопросы порешать с Орками. И все, и расслабиться. Хотя не расслабиться, потом еще будет Узала. Но Узала будет позже. Узала будет позже. Там Текрон какой-нибудь будет. Там вот эти острова посмотрим. То есть, передышка будет от Орков. А сейчас, как говорится, просто... Ну, сами вы все видели, как меня здесь испепеляют. Но, как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. В общем, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok